Дорогие друзья! Снова мы с вами на моей кухне. И сегодня я вспомнила один очень интересный рецепт варки яиц, чтобы эти яйца были полезны, наибольшим образом усваивались, и в общем-то, которые приносили бы тоже здоровье нашему организму. Этот рецепт довольно-таки давно я знаю, и вот сегодня я хочу им с вами поделиться. Значит, что мы делаем? Ну, естественно, мы берем яйца. Я вот возьму, наверное, три штучки яиц, потому что много их сразу варить не надо, они должны быть свежими всегда. Вот я беру три яйца. Вот я тщательно, чем образом, обязательно под проточной водой эти яйца мою. Вот по поводу того, чтобы мыть яйца, вы, наверное, знаете, потому что очень часто говорят о сальмонолёде, и можно заразиться, особенно покупные яйца. Если свои курочки, то там, конечно, может быть и не страшно, потому что хозяйки знают, больные куры или нет. А если яйца покупные, то вот можно заразиться сальмонолёзом. И в основном-то все вот эти вот сальмонолёзные, вот эти палочки микробные, они все находятся именно на скорлупе, потому что они переходят от курицы. И поэтому, если вы тщательно моете яйца, то у вас риск очень низкий, чтобы вы заболеете сальмонолёзом. Ну вот, помыли мы наши яйца чачельным образом. Вот так вот. Дальше мы берём... Вы знаете, что мы берём фасоль, друзья. Вот фасоль. Фасоль, конечно, лучше брать тёмную. Вот, рекомендуется брать тёмную, большую, крупную фасоль. Но вот у меня на сегодня, я тёмной фасоли не купила. Всё, все мы зависим от Теско. И вот я вот такую вот нашла вот светлую фасоль. Но, тем не менее, будем пробовать с этой фасолью. Значит, замачивать фасоль не надо, потому что варить нам её надо долго. Вот мы её только точно так же моем, как и яйца. И дальше мы берём кастрюльку. Мы эту нашу фасоль отправляем в кастрюльку. Заливаем водой. Воды можно наливать и кастрюлю можно брать любую. Какая вам только нравится, какая у вас есть в обиходе. Ну, вот для меня, для моих трёх яиц, наверное, вот такая вот кастрюлька подойдёт. Вот, включаем газ, ставим нашу кастрюльку с фасолью на газ. Добавляем туда три наших яйца, которые мы тщательно вымыли. Вот так. И варим. Варим, друзья, на медленном огне до готовности фасоли. Вот я сейчас крышечкой накрою. Видите, все яйца должны быть покрыты водой, желательно. И мы накрываем крышкой. И варим до готовности фасоли, как я уже сказала. Ну, это, наверное, час-полтора получается. Ну, вот я вам весь долгий процесс варки показывать не стала. Вот у нас где-то спустя, наверное, час, чуть больше, вот у меня фасоль уже сварилась. Видите, вот. Раз сварилась фасоль, значит, я выключаю. Я достаю эти наши золотые яйца теперь. Аккуратненько. Фасоль можно использовать также. Куда-то винегреты. Кто-то любит просто так, как я, например, очень люблю ее есть. И вы знаете, так как сейчас лето, то мяса, наверное, много есть не надо. А вот фасоль, она как раз, это те же самые белки, как и в мясе, только растительные. И поэтому кушать ее одно удовольствие. Ну, вот вы видите, немножко такой получился, конечно, не очень темный вот этот вот цвет бульона. А если бы фасоль была темная, темно-коричневая, как я говорила, он бы был совсем такой насыщенный, темно-темно-коричневый. И вот мне, конечно, больше нравится. Но так как у меня была светлая фасоль, вот такой вот получился. Ну, это ладно. Мы оставляем. Я вам покажу, что мы делаем с яйцами. Значит, яйца точно так же. Я сейчас тщательно холодной водой, под холодной водой подержу, чтобы они у нас легко чистились. Вот. Ну, и вот эти наши чудесные золотые яйца. Посмотрим, что у нас получилось, друзья. Сейчас я вам очищу это яйцо. И мы посмотрим, какое оно у нас получилось внутри. Вот видите, если вам видно, вот оно немножко такое, как получилось темноватое. Но, конечно, опять же говорю, если вы варите фасоль темно-коричневой, которую я рекомендую больше, чем эту, то оно должно быть, в общем-то, такое золотистое. Золотистый иметь белок. Вот. Вот видите. Вот, может быть, не знаю, камера не очень показывает, но я-то вижу, он получился золотистого цвета, белок. Но не очень, чтобы очень. Но вот все равно золотистый. И вот, что это именно получается у нас, друзья. Вот это яйцо, его надо кушать. Ну, просто вот так. Желательно ни с какими ингредиентами не смешивать ничего. Вот утром натощак вы съедаете вот такое одно яйцо. Значит, что получается? Получается так, что белок яичный, то есть это белок животный, и белок, который у нас в фасоли, это тоже белковый продукт, и это белок растительный. Эти два белка, они смешиваются, потому что, как вы понимаете, что скорлупа яичная, она все-таки в нее проникает все. Вот если вы так долго варили, то вот эти вот как раз, то, что отдавала фасоль в воду, проникло вот сюда, вот в этот вот яичный белок. Ну, я, конечно, тут не могу, я никакой тут небольшой специалист рассказывать, какие процессы там происходят, как это все происходит. Я просто знаю, что вот это яйцо, оно просто стопроцентно полезно, потому что растительный и животный белок, который здесь смешался у нас, это просто клад, вот для нашего организма. Это усваивается практически 99%, и это, наверное, будет даже лучше любого мяса, или, может быть, каких-то морепродуктов. Вот такой вот рецепт, друзья. Я с вами поделилась, я думаю, что вы примете это на заметочку и будете также использовать. Ну, не знаю, каждое утро, каждый день, всю свою жизнь, конечно, вы не будете это делать, но я думаю, что я очень рекомендую хотя бы месяц, каждый день съедать вот по такому золотому яичку. Это яичко называется золотое, оно на самом деле золотое, как я вам уже сказала, что в нем растительный и животный белок смешиваются, и получается стопроцентный результат. Вот, а я на этом, друзья, заканчиваю свою съемочку. Думаю, что вам понравилось. Надеюсь, что вы будете принимать такие яйца золотые для здоровья, для улучшения своего самочувствия. А с вами я прощаюсь. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok